Мы всегда выходили с отцом в Симферополе на площадь. Это всегда был день, когда собиралось много крымских татар. Они собирались, говорили, вспоминали историю. Каждый день мой дедушка за завтраком, обедом рассказывал о том, что у них не было хлеба, еды, которая сейчас есть у нас. Когда я была ребенком, меня это немного раздражало. Но чего мы должны каждый раз вспоминать эту историю снова и снова? Но когда я повзрослела, все-таки я поняла. Для того, чтобы действительно не забыть эти ужасы. Потому что это нельзя забыть. Боже, сколько написано книг. Боже, сколько написано книг. Сколько снято фильмов, чтобы не забыть о Второй мировой войне. Чтобы новому поколению напомнить об этих ужасах. И что мы видим? То же самое. Все говорят. Назначки never again, never again, never again happen again. И снова, и снова мы видим все те же примеры. Как они поступали с крымскими татарами. Абсолютно. Просто полностью замучить народ, сказать нацисты-предатели. И под этим лозунгом всех убить. Сказав, мы всех спасаем, мы спасаем мир. Даже не нахожу слов, если честно. Как они годами выстраивали эту пропаганду. Вы посмотрите, как они настроили тех же родственников. Русских родственников против украинцев. Они годами выращивали в них эту ненависть к нам. А почему? Мы их не бомбили, мы их не убивали. Я украинка крымско-татарского происхождения. И для меня это боль, что с 44-го года весь мой род Джамаладиновых не может жить на своей родине. Не может жить на своей исторической родине. Не может жить на своей батьковщине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова